Доброе время суток, дорогие друзья! Итак, на этой неделе господин Нетаньягу, премьер-министр Израиля, встретился с форумом героев. Это форум, объединяющий семьи пленных, которые находятся у Хамаса уже более 200 дней. Надо отметить, что эти семьи, в отличие от тех объединений, которые выступают за возвращение любой ценой пленных и похищенных, чтобы Израиль сделал все, отдал бы любых террористов, отдал бы любые деньги, сделал бы максимум, чтобы вернуть за это. В отличие от них, форум героев выступает за возвращение пленных. Они понимают, что есть цена этому, но эта цена не любой ценой. Это не предъявляет условия, которые нереальны, только лишь бы вернули их близких. Мы понимаем, что со стороны наблюдателей, кажется, со стороны это люди сами по себе герои. Не только их пленные, которые находятся в плену, они герои. Их нужно вернуть, естественно. И обязательно Израиль сделает все, чтобы вернуть своих пленных. Но и сами родители эти, родственники, они тоже являются героями. Так вот, там господин Нетаньягу заверил эти семьи, что он достигнет, что Израиль достигнет первоначальных целей, а именно полное уничтожение Хамаса. Уничтожение на корню. Все цели войны будут достигнуты. Они остановятся на полпути, как это сейчас предъявляют и давят. И под огромным давлением всего мирового сообщества пытаются остановить вхождение в Рафиях, продолжение войны на севере. С Хамасом будет покончено. Это он заверил этих семи. С другой стороны, ему задали вопрос, а что же он будет делать в случае, если в Гагске суд таки примет решение и, соответственно, выпустит ордер на арест его. Он сказал, что я готов пожертвовать собой ради Израиля. Понятное дело, что это красивые слова, и, в принципе, левые семьи обязательно подхватят эту мысль, эту фразу и скажут, что это лишь какие-то красивые постулаты, красивые вбросы, что на самом деле это не так. Но господин Нетаньягу опытный политик. Он не политик вчерашнего дня и не политик, который месяц, кажется, у руля нашей страны. И он мог бы спокойно промолчать или уйти от ответа, и он, благо, это умеет делать, когда это нужно. Но он сказал, что он готов пожертвовать ради себя. Что не скажешь о большинстве или огромном количестве представителей, так называемой, левой элиты, политической элиты, которые, допустим, тот же господин Лапид, который, управляя почти год нашей страной, просто бросал нашу страну, улетал во Францию и в Париже сидел и, как говорится, прожигал деньги на кафе и рестораны. И много-много примеров того, что где проходит грань, что готов еврей или политик в данном случае сделать ради своей страны, готов ли он пожертвовать своим имиджем, своей должностью ради страны. Это вопрос очень риторический, мы видим, что раз звучат такие фразы, то есть какая-то идеология, есть какие-то принципы. А людей с принципами очень ценят, и мы понимаем, что есть давление со всех сторон, понимаем, что война не идет так гладко, как хотелось бы, потому что мы видим, что происходит в США, мы видим давление со стороны левых, левых, как в США, как внутри Израиля, которые вновь вернулись и, как говорится, во всеуслышанием под рупор всех левых СМИ, которые практически все в Израиле и очень много их в Америке, которые делали все, чтобы остановить Израиль полной, окончательной победы над этим взломом, над Хамасом. И мы будем дальше наблюдать за этим. Но такие фразы и такие, наверняка, действия, которые последуют за этим, то есть вхождение в Рафия, разбить на корню Хамас, который только то и дело, что мечтает об уничтожении нашей страны, нашего народа. И это не война какой-то группки маленькой с нашим народом, это война так называемых мирных жителей, в кавычках, которые полностью поддерживают их. И как в Иудеи Самариев, так называемой, созданной искусственной палестинской автономии на нашей земле, тоже мечтают убивать нас. Все это решение может быть только одно. С одной стороны, уничтожение на корню этих террористов, а их большинство. И второй шла, второй этап, который должен быть, это выселка их в Северную Иорданию. Дай Бог, чтобы это пришло в голову уже наконец-то нашим политикам и мировому сообществу. Посмотрим, как это будет. Уже на этой неделе Трамп объявил, господин Трамп, который президент и бывший президент США, уже заявил, что он отказывается от двух государств для двух народов, потому что эта идея мертва, идея нереальна. И мы понимаем, что если он придет к власти, то будет сдвижение с точки зрения решения этого конфликта и не в рамках того, что нам пытаются навязать за эти последние полгода. Другая новость, очень интересная. Сейчас весенний призыв в Израиле, и цифры, которые мы видели, нас приятно удивили. Во время войны более 130% призыва в так называемые пехотные войска, того или иного инженера, пехотно-инженерные войска. Естественно, в другие войска за 100%. Практически по всем войскам есть не только перебор кадров, но и возросло, и желание служить своей стране. Естественно, спецназ, естественно, морской спецназ. Во всех видах мы видим, что только растет желание служить. И это, кстати, удивительно. Никто не бегает у нас, в отличие от других стран, таких как Россия, где просто скрываются, убегают от военной обязанности. Естественно, вопрос, оставим вопрос на риторический вопрос, что там за армия и зачем, и что там за война. Это оставим в стороне. Вопрос понятный, кто там, как ведет себя. Но в Израиле мы видим, что только растет желание, как это было раньше, было практически всегда. Так и остается мотивация. Это мотивация не только на то, чтобы служить, но и новые технологии, и желание продвигаться, желание изменять армию. Одна из самых сильных армий мира и опытных – это наша армия. Иногда мы воюем не так, как должны быть, не так, как должны с точки зрения, что мы иногда жалеем врага. Этого нам, как говорится, не хватает, не хватает полного разгрома, не хватает решимости. Но с точки зрения технологий, с точки зрения того, что мы умеем воевать, мы умеем воевать. То, что на нас давят во всем мире, мы это прекрасно видим, понимаем. Тот, кто следит за нашими обзорами или, в принципе, следит за новостями, понимает, чего стоит каждый шаг армии государства Израиля по уничтожению террористов, по их точечным атакам, буквально ювелирным, иногда слишком даже ювелирным, чтобы, не дай бог, никого не задеть. Вот эта гуманность, которую нам навязывают, не должна быть ни по каким, ни по Женевским конвенциям, ни по каким конвенциям не должно быть. Но мы видим, что есть призыв, есть желание, никто не бегает от армии, и это радует, потому что буквально полгода назад, на протяжении 40 недель, пытались расшатать армию. Были призывы не призываться, призывы отказываться служить, как в ВВС, как в других местах, чтобы не выходили на Милуим. на резервистскую службу. Но мы видим, все равно народ проснулся, народ понимает эту важность, народ знает, для чего нужна армия. И дай бог, чтобы все это менялось в лучшую сторону, в более еврейскую сторону. А с еврейской позиции, если кто-то встал нас убивать, должен быть уничтожен любой ценой. Вот тут вот, как раз таки, любой ценой. Нет никаких здесь поблажек. Враги и террористы должны быть уничтожены на корне. Будем дальше, как говорится, с интересом наблюдать за другими новостями. Полный детальный обзор двух этих новостей можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, другим видео с друзьями. И с Божьей помощью мы будем свидетельствовать ваших чудес, нашей прекрасной, цветущей стране и в мире в частности. Если вы интересуетесь новостями Израиля, вам нравится наш проект Хелик, у вас есть какие-то идеи, комментарии, пожелания, оставляйте под этим видео. Хотите стать спонсором нашего канала и вкладочка спонсорства. Другие реквизиты в описании. Будьте здоровы, берегите себя близких и до скорых встреч. Также приглашаем вас подписаться на наш новый телеграм-канал Хелик новости Израиля. Будьте здоровы и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok